здравствуйте друзья буквально полтора часа назад началось голосование по поводу бюджета чтобы дать на три недели экстеншен продлить на три недели бюджет голосование прошло удачно собрали там нужное количество голосов так что government shutdown просуществовал два с небольшим дня суток как бы да и в основном это пришлось все на субботу и на воскресенье то есть так уж ничего такого кардинального не случилось и сейчас до начала не договорились договорились в сущности на том что ну демократы говорит ладно мы голосуем за бюджет там на три недели продления бюджета по то что республиканцы обещали если если не смогут договориться принципиально по иммиграционным вопросам до 8 февраля вот это наша новая дата за которой мы следим потому что вопрос green card лотереи входит в этот пакет по которому пытаются договориться то есть это как бы на другой чаше весов как что демократы должны отдать за то что получат даку так и получается как бы им нужно дака остальным нет но как бы вот так и лотерея вот на той чаше весов да вы нам мы вам даку а вы нам стену мы вы нам отмену green card лотереи вы нам у устранение вот этой chain migration хотя тут в терминах еще очень многое потому что то что они называют chain migration республиканцы терминология вообще-то это называется family reunification дари юнификацию то есть воссоединение семей то есть если воссоединение семей назвать как иммиграцию по цепочке вы конечно можете так сказать тоже да потому что действительно но но в этом лежит как боже в терминологии уже лежит как бы негатив заложенный да то есть какая-то незаконная полузаконная какая-то непонятная никому не нужно какая-то вот такая миграция проникновение какого-то нежелательного возможные элемента и так далее а тут вот это family там reunification и воссоединение семей и мы знаем что по многим категориям вот этого воссоединения семей там люди по 20 лет ждут чтобы воссоединиться там с братом с сестрой там и так далее это не то что знаете там же но тем не менее помимо терминологического хотя терминология исключительно сильно участвуют вот в этих политических дебатов кстати вчера в первый раз за все время вот с того момента как трамп из-за узбекского вот этого террориста как когда он заявил что там 20 с лишним человек он притащил сюда в страну вот как бы получается как бы то ли нелегально то ли это его родственники но если они его родственники понятно что все террористы и так далее так далее первый раз я прочитал это было в вашингтон пост вчера что он солгал и что это будет нет никаких доказать нет никаких свидетельств того что хотя бы одного привез это просто ложь откровенно ну то есть можно вам скажем просто безграмотность ну действительно президентом же как бы понятно что безграмотный правильно чё чё к нему цепляться то по ерунде но вот впервые прочитал не никто не закричал никто собрал и собрал тоже удивили вот и возвращаясь к этому компромиссу причем компромисс то есть то что республиканцы обещали тоже такой как бы сомнительный получился потому то есть многие демократы считают что им совершенно ничего не пообещали они голосовали против но часть демократов сказала ну достать этого достаточно значит председатель большинства республиканского в сенате в сенате такой макконелл вот этот макконелл сказал если не удастся до 8 февраля достичь более широкого там компромисса то есть там по группе вопросов то я намерен он не стал я обещаю сказать я намерен после 8 февраля значит вынести все эти вопросы иммиграционную иммиграционную реформу вынести на повестку дня включить и так далее те кто нас много смотрит и регулярно помнят что я когда-то говорил что похоже что лотерея конец вот я я так все время смеялся над тем что лотерея кранты я думаю что там еще сто раз еще успеют там они забыть о ней но в таком издании the hill была публикация о том что республиканцы планируют на январь-февраль включить иммиграционную реформу повестку дня и тогда стало понятно что да тогда уже все и вот он это вдруг сказал он сказал что если они не договорятся в принципиальном плане по широкому кругу до восьмого числа то он в общем-то планирует до рассматривать это феврале и тут тонкость еще состоит в том что мало сената для того чтобы принять закон еще есть палата представитель инициатива может идти либо из сената в палату представитель либо из палаты представителей в сенат то есть кто-то из них первым что-то принял и она отправляется в другую палату то есть вполне например сенат может инициировать какой-то закон там иммиграционный и дальше что получилось те демократы которые не хотели голосовать за вот эту штуку они говорят а что он такого обещал а разве он до этого не обещал миллион раз что-то и потом отказывался кроме того а кто нам сказал что в палате представителей они вообще захотят это рассматривать пойти как интересно в палате представителей там такая интересная фишка что у них такое правило республиканцы в палате представители себе такое правило придумали они говорят если по какому-то вопросу у нас нет большинства среди республиканцев то будучи в большинстве и будучи как бы функционально в положении выносить или не выносить какие-то вопросы на обсуждение или на голосование это партия которыми большинство решает что выносить на повестку дня мы тогда не выносим этого повестку дня это то как погибли иммиграционная реформа 2013 года которая прошла в сенате и они не поставили ее на голосование в палате представителей зная что она пройдет то есть было достаточно много республиканцев чтобы за нее проголосовать и зная что реформа проходит они просто не поставили ее на голосование поэтому раз забора до сих пор нет из-за этого то есть тот момент демократы были согласны на 50 миллиардов долларов выделенных на строительство забора то есть вопрос ну по ну хорошо 50 так 50 5 там вот у нас до этого до сих пор этого нет поэтому как бы опыт есть да и с тем что он скажет и не там и откажется и с тем что мы тут сейчас в сенате разберемся они в палате представителей потом похерят и даже на голосование не поставит и так далее это тоже было все поэтому это люди там давно сидят на эти сенаторы там на 6 лет избирать многие уже там ни один срок отбывают в сенате его значит мотают как бы да вот и те которые такие более левые так называемые прогрессивцы вот они говорят что а он ничего и не обещал кто вам сказал что он чего-то обещал где он чего-то обещал где гарантии того что это произойдет и так далее так они когда-то не этого маловато будет вот так чтобы вот так уже вот так значит но не знаю в общем короче договорились проголосовали вот на этих условиях проголосовали теперь что происходит вы должны если интересуетесь этим всем вы должны понимать в каком контексте происходит все что происходит контекст контекст это выборы в конгресс который состоятся в ноябре но тут уже сколько уже там господи там 9 месяцев сам с копейкой осталось уже не так много там 9 месяцев с копеечкой до этих выборов и даже если бы была тишь благодать и президент был бы вполне такой как бы нормальный не то что вот сейчас допустим до такой противоречивая фигура нет был бы такой не противоречивый какой-нибудь такой как вот и и даже харизматичный вот как обама или как клинтон они были харизматичны если на президентских выборах это статистика последних там я не знаю 50 лет если на президентских выборах одна партия получает обе палаты и президента то есть полностью контролирует страну понимаете да одна партия имеет президента и две палаты в конгрессе палату представителей и сенат на ближайших парламентских выборов выборах конгресс через два года после этого хотя бы одна палата теряется то есть сохранить вот это вот президент и две палаты не удается это это с харизматичным президентом да вот еще раз обама вот так вот раз и потерял и клинтон нужно что на что харизматичный потерял и с бушем тоже самое было да значит поэтому это не и и республиканцы и демократы это не зависит от партии это зависит от того что когда у тебя много всего и от тебя ожидается что ты сейчас придешь и жахнет и дальше находится довольно много людей которые говорят да что ж ты гад или там что же вы гады да у вас все было и вы ничего не сделали или там того что я хотел бы не сделали для того что вы обещали и вы не сделали хотя собственно как можно их за этого прикончания они обязаны обещать то что делать не собираются иначе вы за них очень не проголосуете ну или короче как ерунда все пристают по ерунде и вот в этом контексте вот эти самые республиканцы которые сейчас сидят в обеих палатах это книг к ним относится это не к президенту это относится к ним а у них еще президент такой противоречивый больше того известно что популярность президента известно что популярность президента серьезно влияет на результаты вот этих самых выборов на процент который там люди собирают не собирают при той популярности которая сегодня у трампа то есть она ни разу не поднималась выше 40 процентов я не имею в каком-нибудь отдельном там опросе общественном день есть такие где было и больше вот но там есть усредненные есть такой есть такой опрос который составляется и запросам то есть он так это усредняет и более-менее точно показывается вот выше 40 не поднимал поэтому при таком непопулярном президенте до шансы вообще катастрофически низкий и вот на то что им удастся что-то там сохранить плюс непопулярная значит все что они за год сделали реально это вот это вот налоговая реформа которой они очень гордятся и которая крайне непопулярно в стране 24 процента людей поддерживают реформу 24 остальные считают что это просто грабиловка и отняли деньги у тех взяли деньги у нас у всех и отдали богат и вот собственно и все и то есть за это тоже отвечать придется поэтому вот они как бы говорили когда год начинался что будет мирный такой год что они будут стараться совместно с демократами чтобы не накалять не расстравлять наоборот показать что они в состоянии что-то делать и коллегиально тоже но мы видим что они не в состоянии и значительной степени вот на этой истории мы видим что в основе их неспособности кроме них самих это отдельная история но кроме в основе их неспособности лежит отсутствие лидера в стране и в партии то есть когда начиналась эта история с дакой разговор был такой это не не мой разговор был разговор там несколько раз и там он говорил не президентское это дело вмешиваться в вопросы иммиграции поэтому обама как бы не своим делом занимался я отменяю его декрет отдаю это на полгода в конгресс и как бы я считаю что мы пацанов не обидим это наш молодняк там я я не думаю что кто-то хочет их отсюда выпереть там и так далее сейчас все решим там и все вопросы после чего было сделано все ему же было сделано все чтобы конгресс не мог ничего принять то есть отдельно проголосовать за эту даку было вот руки поднять и все потому что все практически все за то чтобы их легализовать там может быть разница в том что скажем не депортировать или все-таки дать им дорожку грин карте в этом они могли бы там еще расходиться но но это был один и какие-то как единственный вопрос вынесенный повестку дня это решалось большинством всех обеих партий последний опрос был на три дня назад я читал 84 процента американцев поддерживают значит эту самую даку и 96 процентов демократов из 70 процентов республикантов ну то есть все поддерживают но взяли бы вынесли бы и все и проголосовали то есть начиналось то с этого никто же не против после чего президент говорит но вот я теперь даю в конгресс и вроде договорились тоже с шумером он разговор все договорились неделю все решилось все все договорились после чего договоренности упали то есть поскольку своей позиции у лидера нет и как бы на него начали давить справа и говорят как это так какая-то дака это шо ж мы теперь значит сейчас не легала будем это и он где ну хорошо тогда надо же выглядеть как-то как-то такой гай и он год тогда мы к этому делу добавим забор мы к этому делу добавим семейную миграцию мы к этому делу добавим то есть конгресс мог бы сделать но ему не дали больше того чего конкретно он подписал бы он тоже не не говорил и вот эти переговорщики со стороны республиканцев они все время говорили это несколько месяцев же тянется что если бы он четко сказал что он примет что он не примет то они могли бы как-то договариваться поскольку он не сказал то они никогда не знают собственно они договариваются к нему приходит еще охренели что легает забирать свои бумажки валить отсюда вот такого уровня или он говорит ну в принципе да мне нравится потом через два часа говорит все это ерунда значит я даже разговаривать не буду потому что на него в этот момент надавили справа и он перестал сам а сама как бы не ни при чем он не виноват он просто тут случайно оказался и тут давят вот эти давят и вроде опять давят и вот и и в пятницу в пятницу еще до того как все это шатдаун он шумером встречался договорились шумер в словах шумера звучит так что шумер ему сказал хорошо сколько ты хочешь на забор чтобы мы закрыли вопрос с дакой трамп назвал цифру и шумер говорит ну хорошо уже пусть будет столько сколько ты сказал уже все договорились после чего значит трамп на него на сдавили опять справа и значит трамп говорит нет мы так не в общем короче не будем больше так вот в общем ищите другое решение которое устроит тех кого трамп не контролирует а которые контролируют самого трампа фактически получается так вот сейчас у них основная такая функция республиканцев вот сейчас после того как кататься но и до того но особенно после основная функция состоит в том как обгадить значит демократов в связи с грядущими выборами и постараться ослабить тех например тех демократов которые в конгрессе от штатов где скажем там побеждал трамп то вот он там его победит там трамп победил но там есть в конгрессе люди от демократов также как например в калифорнии есть люди но смысле там трамп проиграл очень серьезно но есть конгрессмены там которые республиканцы поэтому вот они значит как ослабить идет такая кампания поливания грязью я не знаю насколько это будет успешно в принципе неадекватность этих людей она зашкаливающая то есть они им бы им кажется что они в состоянии манипулировать общественным мнением что все вокруг идиоты не все не все идиоты и напоследок я расскажу интересную вещь сейчас показывают интервью трампа fox news от тринадцатого года в тринадцатом году была похожая ситуация 16 дней правительство было без денег и все это было устроено даже не республиканцами в целом потому что истеблишмент республиканский был категорически против этого но сенатор круз и еще там группа таких буйных и вот они требовали чтобы на ура тоже та же ситуация у них не было достаточного большинства чтобы скажем провалить обама кир но когда были нужны их голоса для того чтобы голосовать за бюджет просто за бюджет то они они сказали мы за бюджет голосовать не будем если в нем есть финансирование обама кир это закон страны обама кир это закон страны агет мы проголосуем за бюджет если убрать деньги на обама кир вот нет обама кир и И, то есть, безумие этого требования было таким очевидным, что как бы там абсолютно не за что было воевать, понимаете? Ну, то есть, Абамакер решился, но уже решился, уже есть закон, уже ничего нельзя сделать. Ну, пожалуйста, если тебе не нравится Абамакер, вынеси закон какой-то, который отменит Абамакер. Ну, вынеси, но бюджет тут что? И вот из-за этого дела, значит, эти буйные привели к тому, что 16 дней правительство было без денег, кредитный рейтинг США понизился. Это значит, что мы, как страна, должны одалживать деньги под больший процент. То есть, был нанесен финансовый ущерб государству. И они тоже пытались все на Абаму свалить, но хотя, в общем-то, в целом, в итоге, статистически, легло на них, на республиканцев. Но показывают интервью, в котором Трамп говорит, ну, там он не сам, а так, картинка, и дальше его голос идет. И он говорит, что во всем виноват Абама, потому что Абама президент. Президент должен быть лидером. Он должен собрать всех в одной комнате и привести их к какому-то совместному решению. Говорит, а у нас нет такого президента, у нас нет такого лидера, и это все на нем. Я хочу вернуться, как бы, в сегодняшний день, когда уже он президент. И оказывается, что он не лидер ни по одному вопросу. Он не виноват никогда. И, в частности, поэтому. Хотя, в данном случае, он создал этот кризис от начала до конца сам. Он его сначала создал, потом не дал ему решиться силами депутатов, сенаторов, конгрессменов и так далее. Он полностью владеет всей этой ситуацией. Ему принадлежит вся заслуга. Но вот такая вот житуха, друзья. Отправляюсь на работу. Счастливо.